Как избавиться от игровой зависимости, имеется в виду азартных игр? И какие последствия влекут они за собой? Хотя бы пятиминутный ролик посвятите, пожалуйста, этому вопросу. Итак, азартные игры, это в целом считается негативная деятельность, и даже советское государство, как правило, ограничивает сферу, где люди могут этим заниматься. Есть особые какие-то игровые зоны, там Лас-Вегас и даже в России из больших городов куда-то это всё уводят в пригород и так далее, чтобы это не было соблазном для большинства людей. Хотя были времена, я помню, в 90-е годы в России, все эти рулетки казино и горные дома и прочее, это всё было прямо в городе. Потом они поняли, даже светские люди, что это есть порог, и как-то его запретить невозможно, лучше его как-то там локализовать. Если мы подключим также ещё духовную составляющую к пониманию этого вопроса, то будет очевидно, что сама вот эта вот психология азарта или вот желание что-то такое получить, она с одной стороны примитивная, с другой стороны довольно тонкая, потому что в Бхагавадгите в 10 главе, в 36 стихе, Кришна говорит, что среди мошенничеств я есть азартная игра. То есть это обозначает, что сам вот этот вот дух азарта, который побуждает человека играть, участвовать во всём этом, и человек не может остановиться, это есть сам Кришна. Поэтому так трудно с этого соскочить, если человек увлёкся всеми этими вещами. То есть в этом глубинная природа, почему эти азартные игры, они вот настолько затягивающие. С другой стороны, всё достаточно примитивно, и человек хочет просто получить деньги, то есть артху не совершая дхармы, не исполняя своего долга. То есть по своей такой более поверхностной психологии азартная игра – это вот желание получить артху без дхармы. Но игра вообще сама по себе – это любая, не только азартная. Это вполне естественное занятие для живого существа, потому что игра даёт вкус жизни. И это всё тоже идёт сверху, на самом деле. Одно из имён Верховной Личности Бога, Кришны – Лиладхара. Лиладхара обозначает игрок, то есть тот, кто погружён в игры постоянно. Вот он всё игривый по своей природе. И поэтому все живые существа играют. Если Бог играет, значит, соответственно, и все играют. Вот игры разные бывают, детские игры, взрослые игры, настольные игры, какие-то игры на открытом воздухе, командные игры и прочее, шахматы, футбол. Одни играют в этот футбол, другие смотрят, как играют. Кто-то там играет, значит, на тотализаторе, ставки, делает на то, кто победит и так далее. Вот. Есть брачные игры, есть политические игры, есть экономические игры на бирже и так далее. Вот. Компьютерные игры самые тупые, потому что они побуждают человека взаимодействовать не с каким-то другим живым существом, а с машиной, которая работает по кому-то определённому алгоритму. Поэтому играют, допустим, в компьютерные игры. Человек развивает не столько искусство отношений, сколько искусство манипуляций, потому что машина не является живой. Итак, с одной стороны, мы видим, что психология игры и желание игры это очень глубоко в природе человека. Вот. И это всё имеет божественный источник. Но, с другой стороны, есть игры, которые действительно развивают, может быть, стратегическое мышление, там, разум, как шахматы, да. Вот. А есть игры, которые вроде бы как в чём-то тоже полезны, но они разрушают человека изнутри, потому что они прививают ему лживое мышление. В частности, вот эти вот азартные игры на деньги. Это обозначает, что человек хочет получить что-то, не сделав ничего полезного, не создав никакого продукта, не совершая никаких, так сказать, услуг для других людей. Вот. И здесь, в принципе, всё понятно. И с практической точки зрения, азартные игры — это путь к долгам, потому что сама эта игровая индустрия, она построена на том, что все участники в долгосрочной перспективе проигрывают. Они могут в какой-то краткосрочной перспективе что-то выиграть, долгосрочно они все проигрывают. Поэтому все эти игроки, они, как правило, очень плохо заканчивают, если они не сумели вовремя остановиться. И в Махабхарате есть известная история про пандавов, в частности, про старшего брата пандавов, Махараджу Ирхиштхиру, которого вызвали на вот эту вот игру в кости, азартную игру, и делали определенные ставки. И в конце концов он проиграл всё. Всё своё богатство, всё царство, потом проиграл своих братьев, проиграл свою жену, проиграл себя, попали в полное, так сказать, рабство. И, в общем, всё было очень плохо. Поэтому, изучая историю, можно делать выводы, что хотя игра обещает нам какие-то шансы в краткорасрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это всегда очень плохо заканчивается. Поэтому, если мы достаточно дальновидные люди, то мы должны понимать последствия, к которым это может привести. Следующий вопрос задаёт Алина. он немножечко перекликается с первым вопросом в связи с тем, что он связан немножко тоже с некоторой зависимостью. Так, вопрос. А что делать, если появилась зависимость от гаджетов? Когда человек просыпается и первым делом бежит к смартфону в течение дня, каждые полчаса-час заглядывает в компьютер, ватсап, вайбер, чаты, фейсбук и так далее, и засыпает практически тоже с ними. Если это болезнь, то как это лечится? Любая болезнь лечится в первую очередь через понимание причин болезни. Сначала ставится диагноз. Как вы приходите к врачу, к доктору начинает писать историю болезни. Спрашивает, чем мы там в детстве болели, что ещё, какой у вас тип деятельности, работа, то есть, что, какая нагрузка, а в какой среде вы живёте. Изучает глубинные причины. Точно так же, если посмотреть, почему столь востребованными стали вот эти вот все вещи, о которых вы сказали, соцсети, все эти устройства, которые предоставляют нам очень быстрый доступ к разным источникам информации, всё это вроде как очень удобно. Почему они вдруг стали востребованы? И это произошло потому, что мы живём в удивительную эпоху, когда с одной стороны население достаточно быстро растёт. С другой стороны, в нашу эпоху, в Кали-Югу, одной из главных проблем является одиночество. То есть, очень много людей, но отношения между ними очень слабые, очень такие неглубокие. И поэтому люди замкнуты сами на себя, но само живое существо, оно социальное, ему требуется как-то общаться, и поэтому вот эти вот какие-то соцсети и все инструменты, через которые люди получают доступ к этому, они становятся такими востребованными. То есть, одиночество, изоляция, отсутствие таких-то глубоких отношений с другими, вот это приводит к потребности вот в какие-то внешние сферы идти. Человеку проще поставить смайлик после своего сообщения, чем кому-то реально улыбнуться, понимаете? И мы видим, что происходит такая вот происходит замена, подмена, то есть суррогат вместо настоящих отношений вот эти все подмены идут. Куча смайликов, они заменяют нам какие-то реальные эмоции, которые мы переживаем. Если у человека есть в ближайшем окружении кто-то, с кем есть какие-то глубокие эмоциональные отношения, тогда человек не будет так сильно зависим от этих вот всех внешних источников. Но, как я сказал уже, поскольку в Кальюгу люди эгоистичны в основном, они не умеют общаться. А раз нет общения, значит нет глубоких отношений. Раз нет этих отношений, значит нужно откуда-то из другого места черпать этот вкус. И вот эти все примочки, все эти гаджеты, они становятся источниками какой-то эмоциональной пищи. Что-то я узнал, там какие-то новости информационные, эмоциональные, всякие разные. И понятное дело, что в нашу эпоху такой зависимостью от всех этих вещей страдает очень большое количество людей. И возникает вопрос, что же делать, да? Да, действительно нас много, и мы одиночки. Вот мы все, так сказать, тут как-то изолированы, как я читал какую-то шутку. Раньше люди при встрече друг с другом снимали шляпу в знак приветствия, а сейчас они при встрече друг с другом достают из ушей наушники, потому что каждый сам в себе. И что же делать, да? Окончательное, если нет, допустим, семьи, любви, отношений, всего этого, просто вот такая вот эпоха, да? Одиночек, эгоистов. Вот здесь окончательное, не простое, но окончательное высшее решение через развитие отношений с духовной реальностью, с высшим миром. Вот, и хотя это не так легко и просто, конечно же, потому что требует определенной смены вот парадигмы психологии, это в действительности является окончательным и высшим решением. Если человек сможет это сделать, это воистину удачливая душа. Вот, и тогда человек уже утром проснувшись будет открывать священные писания, а не свой ноутбук, чтобы узнать там какие последние новости и так далее. Это не обозначает, что мы не должны и не можем этим пользоваться. Это обозначает, что у человека должен быть определенный разум, потому что через эти все средства связи можно также получить много чего полезного. Вот, но для того, чтобы фильтровать вот этот вот мусор, которого идет больше 50% и уметь выделять вот такую полезную, важную для себя информацию, для этого нужно иметь определенный разум, определенную волю, силу воли и, конечно же, систему ценностей, которая определяет выбор, что мы, собственно говоря, из всего этого навала информации способны выбрать. В противном случае человек становится, конечно, заложником всего этого. Ну и также нужно помнить, что все вот эти технические игрушки, все эти соцсети, они были созданы не только для того, чтобы дать нам какие-то определенные условия для общения, возможности для развлечения и так далее. Также они были созданы для того, чтобы собирать информацию о людях и потом при помощи этой информации манипулировать людьми в своих интересах. Вот, поэтому также нужно вот этот вот момент учитывать и где-то для кого-то он может быть будет срабатывать тормозом в процессе вот этого общения со всеми этими инструментами, гаджетами. Вот, то есть когда человек скажем, более-менее реально осознает в чем он сейчас участвует, тогда он извлекает из этого всего то, что необходимо и он не становится таким вот, скажем, безнадежно зависимым от всей этой системы. Далее вопрос задает человек под ником 3 7-ки 7-7-7. Он спрашивает в книге «Наука самосознания» Шила Прабхупада говорит, что для немедленного эффекта от махамантры мы должны слушать пение и повторение мантры из уст чистого преданного Господа. А какое ваше мнение по этому поводу? К примеру, Олег Геннадьевич Тарсунов в одной из лекций сказал очень важное замечание, что за многолетнюю практику только последние 6 лет, когда он начал повторять не сам, а вместе со слушанием святого человека, то ощутил внушительный прогресс. Есть ли у вас такой опыт? Да, повторение, когда мы слушаем, как повторяет или поет святые имена чистая душа, то это воспевание является наиболее чистым и потом и наиболее могущественным, потому что чистота равна силе. Более чистая значит более могущественная, то есть способная пробить оболочки нашего ложного эго, материального разума, материального ума и коснуться души. В этом без сомнения есть ценность и сила. Но также нужно понять, что когда мы повторяем мантру, слушать все-таки должны мы себя, потому что если мы будем слушать кого-то другого, то как мы будем внимательны к своему повторению? Ведь если я слышу себя, я в конце концов могу услышать, что где-то там я ошибся, какое-то слово пропустил или еще что-то, а если я сосредоточен полностью на слушании того, как это произносит другой человек, чистый предатель, допустим, я включил, как что-то про упада читает джабу, прекрасно, я слушаю его, но в чем тогда моя джаба? Вот, все-таки я должен жить, как я повторяю, в конце концов, на моем языке должно появиться вот это чистое имя, в конечном итоге, вот, поэтому здесь я бы сказал так, что чистое повторение другого человека, оно выступает для нас как мотивирующий фактор, то есть послушать, в каком настроении он находится, может быть, какое-то время, да, побыть в этом состоянии, но когда повторяем мы сами, мы должны слушать себя, понимаете, и как это совместить, я не знаю, потому что я не встречал таких утверждений у Шивы правопады, где он говорил, что вы должны повторять свою джапу, слушая меня, то есть я пока таких цитат я не видел, вот, поэтому здесь лично для меня повторение чистого преданного является вдохновляющим фактором, но в индивидуальной медитации мы слушаем себя, в некоторых храмах иногда включают во время джапы утром фоном, как читает правопада, джапы люди повторяют, вот, это как создание такого в целом вдохновляющего фона, но при этом слушать человек все равно должен именно то, что он повторяет, в этом состоит его индивидуальная медитация. Далее спрашивает Денис, «Зачем так жестко испытывать душу, частицу Бога в этом материальном мире? Не проще перед выбором по-отечески показать все тягости? Я бы понял, если бы это был обязательный опыт как развитие». В действительности душа сама желает всех этих приключений в материальном мире есть даже на видеозаписи фрагмент одной лекции Шилы Прабхупады, где он говорит о том, что Кришна не рекомендует живому существу уходить из духовного мира, то есть намерение Дживы уйти в материальный мир, оно известно Кришне, и он предупреждает его, не ходи туда. Что он там конкретно говорит, я не знаю. Но Прабхупада говорит, что Джива настаивает на своем решении, и хотя отец не советует своему ребенку совершать какие-то действия, прекрасно понимая предвидя их последствия, ребенок может настаивать, и отец говорит, ну ладно, это уж твой страх и риск, по меньшей мере, моя совесть чиста, в том смысле, что я тебя предупредил. И поэтому Дживе нужен какой-то свой личный опыт, чтобы больше не хотелось уже, потому что словами далеко не всех можно остановить. И поэтому те, кто обрели этот опыт, они не могут обвинять в этом опыте Кришну, что вот нам тут так жестко, тяжело пришлось. Потому что по словам Шрилы Прабхупады Кришна дает некоторое, так сказать, предупреждение, упреждение Дживе, прежде чем она окажется здесь. Следующий вопрос от Александра. Живые существа из категории Джива Татвы свободны, то есть могут отвернуться от Кришны. Поэтому, когда живое существо убирает Кришну, и он, и Джива чувствуют очень большое счастье. Но живые существа из категории Шакти Татва не могут забыть о Кришне, значит, они не свободны. Но почему тогда любовь между Шримати Радхарани и Кришной самая возвышенная? Свобода совсем не обязательно обозначает право отвернуться от Кришны. Свобода также может означать право не отворачиваться от Кришны, а остаться с Ним. Более того, что касается Шакти Татвы, это не какие-то живые существа в нашей категории. Шакти Татвы это проявление его внутренней энергии. Их еще называют специальным термином нитья парикар. Нитья парикар обозначает вечные спутники Кришны. Вечные, потому что они с Ним никогда не разлучаются. То есть это совсем другая категория. Это не живые существа в нашем смысле слова. Поэтому Шакти Татвы не называют живыми существами. Шакти Татвы это личные энергии, персонифицированные энергии Кришны, которые служат ему в духовном мире. И назвать их лишенными свободы довольно странно. Это примерно то же самое, что сказать, что люди, которые сейчас находятся в тюрьме, они более свободны, чем те, кто не находится в тюрьме. И логика такая, что типа раз они в тюрьме, значит они сумели осуществить выбор, уйти из мира свободы в мир тюрьмы. И поэтому их свобода якобы больше, чем свобода тех, кто в тюрьму не попадает. Примерно вот такая же по степени абсурдности это утверждение, что Шакти Татвы не свободны просто потому, что они не падают. Потому что нужно опять же понимать, что свобода это не обязательно свобода пасть. Это также свобода не падать, допустим. А что касается любви Радхи и Кришны, почему она самая возвышенная? Ну потому что это личности самые возвышенные. Если Кришна самая возвышенная личность, Ишимати Радхарани, как его внутренняя энергия, это вот первое его такое, скажем, в женском виде персонифицированная внутренняя энергия, это самые возвышенные личности. Поэтому всё, что между ними происходит, это и есть самое возвышенное. Тут всё очень просто. Сергей задаёт свой вопрос. Какой амулет рекомендуют веды? Можно ли его сочетать с крестиком? Амулет, ношение амулетов предписывается ведами, но здесь необходимо отталкиваться от природы проблемы, которые побуждают человека носить тот или иной амулет. если имеется в виду защитный амулет. То есть, в целом, вайшнавы, люди той традиции, которой я принадлежу, они обычно носят эту туласи-малу, то есть бусы из туласи деревянной или канхи-малу, их называют бусы на шее, потому что туласи, это дерево, оно является одним из таких сильных духовных воплощений, проявлений носителем энергии бхакти, энергии преданности, которая защищает сознание человека. Обычно преданные вишну или кришну носят эти туласи-кантималы. Есть еще различные кавачи. Кавачи это буквально обозначает броня, как такие, может быть, серебряные или из другого металла сделаны такие капсулы, которые на цепочке или на веревочке вешают либо на шею, либо на руки, правую и левую, в зависимости от того, мужчины или женщины. где там какие-то мантры могут быть записаны внутри этой капсулы, туда вложены. Есть такие амулеты, если у человека какие-то там серьезные проблемы с тем, что какие-то тонкие сущности его донимают, или в целом такая чувствительная психика, или какой-то может быть сложный астрологический период у человека, он нуждается в дополнительной защите, поэтому он может носить эти кавачи. Это все предписывается. Но здесь нужно понять одну простую вещь, что кавача это не просто какой-то там кусочек металла, серебра или чего-то там еще, а это действует, вернее, защищает не она, а защищает Верховный Господь. А эта кавача, она скорее, может быть, является для нас такой напоминалкой о том, что Бог рядом с нами, потому что он в каждую секунду везде всегда находится рядом с нами. Кавачи можно потерять или что-то еще, эта цепочка оборвалась, но Бога невозможно потерять, если у нас есть с Ним связь через ум, через медитацию, через служение. Что касается сочетаемости ведических амулетов с христианским крестиком, с одной стороны здесь нет ничего предусудительного, можно, есть люди, которые, так сказать, до кучи все на себя вешают и на кантемавлу вешают крестик, и какой-нибудь тут еще у них значок и ньян там, и какая-нибудь кавача, и то и все, все до кучи, так сказать, на всякий случай для порядка, для большей гарантии, но по сути дела нужно понять, что количество амулетов, которыми мы себя увешиваем, оно никак не может заменить качество и глубины веры в того, кого этот амулет, собственно говоря, представляет. Поэтому, когда люди пытаются сочетать одно с другим, если вот по сути, то это означает, что им не хватает веры в символ, этот вот символ, который представляет объект нашего высшего поклонения. И вот эта нехватка веры в одного единого Бога, обладающего многообразными энергиями, она имеет вот такую природу попытки как-то себя обезопасить множеством разных амулетов. Типа, если один не сработает, так другой сработает. Такая вот психология перестраховщика, что в принципе понятно, но по сути дела она обозначает, что не хватает веры во что-то вот одно высшее. Допустим, Шила Прабхупада носил только просто Туласи, Кантималу, больше ничего, вот потому что его вера в защиту Кришны была абсолютной. Константин интересуется. Расскажите, пожалуйста, когда мы говорим медитировать на лотосные стопы Кришны, что мы должны вкладывать в это, помимо того, что визуально на основе описания Кришны представлять его стопы. Как мы должны быть настроены при этой медитации? Нужно, во-первых, понять, что это такое стопы. Стопы всегда где-то стоят. Где же стоят стопы Кришны? Почему они называются лотосными или лотосоподобными? Потому что они стоят на лотосе. Если мы открываем Брахма Самхиту, это произведение, которое описывает духовный мир в начале положения Кришны там, то говорится, что духовный мир по форме подобен лотосу. И Кришна стоит на венчике этого лотоса, поэтому его стопы называют лотосные, стоящие на лотосе. Другое значение это то, что лотос является символом чистоты. Он может расти где-нибудь там на болоте или в каких-то других не совсем чистых местах, при этом он сам чист полностью. Также он растет из воды, но он не смачивается водой. Если на лист лотоса капнуть воду, он просто скатится и все, то есть она не будет там как-то впитываться, то есть он обладает такой, как это, waterproof, то есть непровокаемой природой. И поэтому образ лотосные стопы обозначают стопы, во-первых, находящиеся в духовном мире, поэтому медитация на лотосные стопы Кришны, это медитация на духовный мир. Также медитация на лотосные стопы Кришны обозначает медитация на что-то очень чистое, что не позволяет наше сознание проникать в какой-то материальной скверне. Ну и также еще медитация на стопы, она характерна для кого? Для тех, кто у этих стоп находится. А у стоп находится всегда кто? Слуга. Как, допустим, собака ложится у стоп своего хозяина. И поэтому медитация на лотосные стопы это фактически упражнение в скажем так в своем статусе слуги. Насколько мы понимаем, что мы слуги. Человеку очень гордому, очень заносчивому, ему достаточно тяжело ощущать себя чем-то слугой, даже слугой Бога. Вот и для него медитация на стопы это что-то такое абсолютно будет невозможно унизительное. Поэтому эта медитация становится более или менее естественной для людей, которые обладают не просто каким-то смирением, знаете, такого забитого человека, какой-то крепостной крестьянин, который как холоп бьет челом перед своим господином. Не такое смирение в невежестве, а смирение рожденного из знания, из понимания, что я являюсь вечным слугой Бога, и в этом нет ничего унизительного, а это наоборот очень радостное состояние, потому что служение Богу это естество. В этом материальном мире мы должны кому-то служить не из естества, а из какой-то вынужденной ситуации, потому что здесь мы очень сильно обусловлены своей кармой. А когда живое существо свободно, оно же не обусловлено кармой, тогда служение Богу это не какая-то вынужденная необходимость, это сознательный радостный выбор для живого существа. Вот в таком состоянии медитация на стопы Кришны становится совершенно естественной и радостной. Екатерина спрашивает, когда и как можно обратить внимание человека на его ошибку? И здесь пункт первый, старшему, видимо, как сделать замечание старшему, когда он дает неправильные наставления или правильные, но в деструктивной форме и они расходятся с его собственным примером. И второе, как поправить равного, когда у него есть какие-то препятствия на духовном пути, но он их не видит и не просит о помощи. Бог дает подсказки через книги людей, я считаю себя другом, возник импульс что-то сказать с желанием помочь, как я могу это сделать? Со стороны бывает виднее. В чем препятствие учиться человеку у всех, включая младших? Итак, вопрос от человека, который замечает проблемы у других, может быть у старших и у равных, но не понимает, как это правильно сделать. Здесь нужно понять один очень тонкий момент. Поправляет обычно тот, кто имеет на это полномочия или когда уровень доверия во взаимоотношениях очень высокий. Если вот такого высокого уровня доверия нет или человек не чувствует себя уполномоченным, тогда возникает сомнение, как это делать, делать ли это вообще. Можно, конечно, попробовать в тактичной очень форме как-то обратить внимание человека на ошибку. Если ты человек достаточно смиренный и готов принять ваши наставления, то тогда все прекрасно, так сказать, ваша попытка удалась. Но если у человека есть какие-то некоторые сложности, то есть он не воспринимает вас в качестве своего учителя, наставника или того, кто имеет полномочия поправлять, при всем при том, что вы желаете ему блага или действительно хотите что-то как-то исправить, помочь, он этого может не принять. И поэтому в шастре говорится, что учителя, неважно какого уровня, начального, наставник или более какого-то высокого уровня, учителя необходимо принимать. То есть это инициатива ученика. Когда ученик подходит или обращается к кому-то и говорит, пожалуйста, я несовершенен, научите меня или как-то приглядывайте за мной, давайте мне какие-то наставления, исправляйте меня, если вот я ошибаюсь. То есть когда он сам ставит себя в положение ученика и тогда вот этим фактом вы получаете полномочия, что теперь вы имеете полное право давать человеку какие-то наставления, исправлять его и так далее. И только когда ученик принял учитель, я сейчас не говорю официальная инициация, посвящение, сейчас говорю о самом общем принципе, что это работает также в материальном мире, какой-то новичок учится у какого-то мастера, может быть нет каких-то официальных посвящений, но сам принцип взаимодействия, что кто-то хочет учиться, не знаю, начинающий спортсмен ставит себя под руководство такого-то тренера, то есть он сам хочет, чтобы тренер его там поправлял и так далее. Поэтому вот этот момент его нужно учитывать, что если вам никто не дал таких полномочий, то это обозначает, что у вас их нет. Допустим, своих детей или своих учеников, если вы в какой-то системе иерархической находитесь, вы имеете полное право поправлять, потому что это и есть ваша обязанность, то есть ваше право и есть ваша обязанность. В данном случае мать обязана или отец обязан своих детей воспитывать, наставлять, исправлять их ошибки. Учитель обязан это делать, он не может просто так мириться с ошибками своих учеников. То есть его право поправлять является его же обязанностью. Но если вы не находитесь в таких отношениях с кем-то, пусть вы видите какие-то его недостатки и так далее, но у вас нет полномочий, вы не сможете ничего сделать. Понимаете? Скорее всего будет какой-то конфликт. Человек вам скажет, а вообще ты на себя посмотри, или что вы там не учите меня жить. своим учителем. Понимаете? И когда вы говорите, что за препятствие мешает человеку учиться у всех, включая младших, в высшем смысле может быть, конечно, нехватка смирения. Но с другой стороны, также и этикет существует, что нужно принять учителя. Это не учитель бегает за учениками, а станьте моим учеником. Вот когда его приняли учили, вот теперь он имеет полное право. Если его никто не принимал учителем, то тогда у него таких полномочий понимает, что кроме нас, если мы действуем в качестве учителей, наставников каких-то, есть еще высший учитель Кришна, у которого есть огромный запас инструментов, при помощи которых он может исправлять нас. И поэтому там, где заканчиваются наши полномочия, если они небольшие, продолжается полномочия Кришны. Он может исправить через множество различных обстоятельств. И кому-то достаточно что-то прочитать, услышать, и он понял и справился. Но таких людей мало. А с неразумными он говорит на языке обстоятельств, создавая какие-то трудности, через которые люди начинают задумываться и исправляться. Поэтому вот таким вот образом эту проблему нужно воспринимать. Андрей спрашивает. Какова истинная цель человеческой жизни? Можно подробнее рассказать об этом? Подробнее в таких выпусках трудно рассказать. Поэтому я вам сейчас просто дам ссылку, где вы подробнее можете об этом узнать. Вы можете посмотреть на моем сайте или на YouTube-канале такие фильмы для начинающих людей, как «Кто ты человек?» «Единая картина мира», «Законы гармонии вселенной». Там достаточно подробно все эти вещи наглядно понятно изложены. А здесь я отвечу коротко, что в целом цель человеческой жизни, согласно ведам, это Кришна прямо по Маун Ардха, то есть развитие чистой любви к Богу. Но для достижения этой цели человеку необходимо реализовать ряд промежуточных целей. Цель номер один – это понять свою природу, то есть души и тела. Почему я хочу наслаждаться, почему я страдаю, что такое закон кармы, что я делаю не так. Первая такая подцель, что называется, почему мы не хотим умирать, не хотим страдать, не хотим болеть, не хотим стариться, но почему-то с нами происходит. Это один момент, понять свое положение взаимоотношения с материальной природой. Второй момент, понять положение Бога, как высшего управляющего, которого может быть и не видно, но тем не менее любой разумный человек понимает, что он находится во власти неких законов. Законы природы, законы общества, какие-то законы. Эти законы приходят свыше. Это законы гармонии, как раз этот третий мой фильм законы гармонии вселенной, только третьим пунктом его посмотрите, пожалуйста, он как раз эту тему достаточно внимательно рассматривает, анализирует. Итак, понять природу этого материального мира также важно. Почему здесь ничто не вечно, почему мы разочаровываемся, почему мы все время приходим к кому-то негативу, хотя все начали за здравие, закончили за упокой, что за природа такая этого мира. И далее также нужно научиться следовать законам этого высшего повелителя, чтобы преодолеть с одной стороны карму прошлого и развить отношения с ним. Это если коротко. А более подробно посмотрите эти фильмы, смотрите мой курс «Самое сокровенное знание» первые четыре видео лекции. Дальше там же в аудио варианте более подробно объясняется и там вы найдете надеюсь все ответы на интересующие вас вопросы. И также этот же автор Андрей спрашивает при переходе на лактовегетарианство какие обязательные продукты нужно включить в рацион, чтобы хватало всех витаминов и элементов. Может добавки какие нужны спирулина перга и так далее. Здесь все зависит от возраста человека, от его конституции, от степени активности человека, какой у него труд физический или умственный. Одни люди легко воспринимают переваривать молочные продукты, другие вообще не могут или с трудом. Одни легко усваивают бобовые, кто-то совсем не может их воспринимать. Также нужно понимать, что дело не только в продуктах, а в характере приготовления, в специях, как мы именно их употребляем. Мы их едим сырыми, вареными, какими-то приготовленными, горячими или холодными. То есть в сочетании с разными компонентами один и тот же продукт может давать совершенно разный эффект. Поэтому это целая наука понимание свойств продуктов, понимание своей конституции, насколько они сочетаемы, что в моем организме в избытке, что, так сказать, наоборот, недостатки. Поэтому здесь невозможно дать какой-то однозначный ответ. Это нужно консультироваться уже непосредственно со специалистами, которые видят вашу конституцию тела, видят ваш потенциал, видят ваши проблемы и могут подсказать вам чего именно не хватает и в каком виде. А просто взять какой-то набор продуктов и вот у меня в холодильнике лежит, и вот теперь я лактовегетарианец, я правильно питаюсь, беру что угодно из моего холодильника и в произвольной последовательности все в себя впихиваю. Это не даст какого-то блага. Поэтому продукты, набор продуктов это просто базовый какой-то элемент, основа. А теперь уже их сочетаемость, способ приготовления, режим температурный, специи и так далее, потому что это все модифицирует свойства продуктов и делает их более приемлемыми для нашего организма или менее приемлемыми. То есть это целая наука. Ольга спрашивает расскажите как правильно и часто употреблять молоко. Стоит ли его нагревать? Если да, то как это делать? Или нужно пить холодным? Ну как нагревать молоко? Это странный вопрос. Берете кастрюльку, наливаете и подогреваете. Вот. Все абсолютно индивидуально. Единственное, что, конечно, нужно сказать, что молоко ни в коем случае нельзя пить холодным, потому что по своей природе молоко относится к категории кафа. Кафа или капха это одна из дож, которая состоит из элемента земли и воды. То есть капха обладает холодной природой и вязкой. Если мы нальем воду на землю, получится такая жижа, грязь. И вот молоко обладает такой холодной вязкой природой. Поэтому оно считается продуктом трудным для усвоения. И для того, чтобы облегчить усвоение молока, его, естественно, нужно нагревать. Это первое. И второе, его нельзя употреблять в больших количествах. То есть его нужно немножко и в нагретом виде. Вот. Вот это поможет его усвоить. холодное молоко, особенно в больших количествах. Помню, раньше в детстве из холодильника достоишь молоко, наливаешь стакан и пиваешь. Но это еще в детстве проходило все, потому что организм, так сказать, молодой, еще полный сил. А вот чем старше, тем сложнее. Вот. Поэтому молоко только в небольших дозах можно употреблять. Допустим, чисто себе я могу сказать, что я довольно-таки много употребляю молока. Его пью где-то за полтора часа до завтрака небольшая доза, потом где-то между завтраком и обедом посередине, между обедом и ужином и после ужина, но желательно где-то не раньше, вернее, не позже, чем за полтора часа до отхода ко сну его пить, чтобы оно уже полностью усвоилось в небольших количествах. Но это мой личный опыт, понимаете, который связан с моей конституцией. Поскольку у меня несколько повышенная вот эта вот пита-доша, то для пита-доши молоко является очень важным продуктом, которое гасит излишний огонь. То есть молоко является здоровым, одним из лучших проявлений вот этой вот кафы, природы кафы. Масло, ги, вот эти вот молочные такие вот продукты. Кроме тяжелых их проявлений, такие как панира или адыгейский сыр, это тяжелый продукт, который аэрведа вообще не рекомендует есть, или если есть, то в очень небольших количествах. А такие более легкие проявления кафы, вот этой вот кафы, это молоко, сметана, сливки, масло, ги, это такие наиболее здоровые, позитивные проявления кафы-доши, они хороши для людей, у которых сильная вата, сильная пита, которым не хватает этой кафы. А для людей, которые склонны к полноте, у которых эта кафа достаточно сильная, им молоко и молочные продукты можно употреблять только в очень небольших количествах, потому что у них этой, так сказать, доши и так достаточно. Далее Наталья спрашивает, сущности живут параллельно с нами, верно? А иногда ночью, не успев заснуть, отчетливо чувствую, что кто-то навалился, пошевелиться никак невозможно, я живу одна, трудно даже молитву прочесть. Что это на ваш взгляд, зачем они это делают и как этого избежать? Бхага Вадгита говорит, что живые существа живут повсюду, такой термин сарвагата, живущие повсюду. Одни из них имеют физические тела, как мы сейчас с вами, другие не имеют физических тел по разным причинам. И те живые существа, которые сохранили какие-то еще физические и материальные тел, это души самоубийц или каких-то других грешников, им очень тяжело, потому что желание есть, а тела, через которое это желание осуществить, у них нет. И поэтому они пытаются войти в тела других живых существ и через их тела эти желания осуществить. Это примерно подобно угону машины, как какой-то человек, он, допустим, как это или самолет, он у вас останавливает и просит вас куда-то подвезти, а потом достает пистолет и говорит, все, типа, сейчас выметайся из машины, либо будешь меня тут возить по моим делам. То есть, он как бы овладевает вашей машиной, пользуется вашими возможностями, потому что у него своих нет. Итак, как правило, это неблагочестивые, конечно, греховные существа, но это, как говорится, их проблема, наша проблема, как от них защититься. Если вы чувствуете, что в вашей жизни такие явления иногда происходят, это обозначает, что у вас ослабленный, снижен уровень защиты внутренней. Как они вошли в вас, как они, так сказать, овладели вашим телом, это обозначает, что где-то как-то у вас открыты двери, если, допустим, вы не закрыли дверь, или окно, кто-нибудь может залететь или зайти. Поэтому люди, как правило, какие-то москитные сетки ставят на окна, чтобы мухи, комары не летали, двери закрывают, порой на два замка, это все безопасность. Точно так же наше тело, веды называют его Навадварапури, то есть город с девятью вратами, девять врат в нашем теле. И через эти врата что-то регулярно входит и выходит. Поэтому эти девять врат, их необходимо содержать в чистоте. Вот в 14 главе Бхагавадгиты, когда Кришна описывает человека в гуне благости, он говорит, что девять врат его тела, они освещены этой благости, то есть они чисты. Это обозначает, что никакие негативные явления не могут проникнуть в этот город с девятью вратами, если эти девять врат освещены знанием. Вот это, конечно, отдельная тема, что значит глаза защищены знанием, уши, нос, ротом и так далее. Это обозначает, что мы пользуемся своими чувствами в гуне благости. Что мы смотрим, что мы слушаем, что мы едим, чем мы дышим, соответственно, как мы питаемся, от этого будет зависеть, как мы пользуемся вот этими двумя низшими вратами анусы, гениталии. То есть, когда в целом вот это вот использование города, тела происходит в гуне благости, тогда город максимально защищен от всех негативных влияний. Какие-то элементы нечистоты и так далее, они уже вносят другую гуну и вот эти ворота уже не столь защищенными. Тогда эти более низменные невежественные существа склонны к насилию, к какому-то незаконному овладению чужой собственностью, они приходят и нам уже начинают с ними сложно бороться. Бывает еще так, что у человека какие-то проблемы с дыханием. Во сне у него забит нос или дыхание и у него автоматически открывается рот как компенсацию, ртом начинает дышать. И тогда через рот эти существенности могут войти. Поэтому хорошо промывать нос перед сном, чтобы было нормальное дыхание полноценное через нос, чтобы рот так неосознанно не открывался. Ну и в целом создание дома атмосферы соответствующей регулярная уборка, гигиена, проветривать, какие-то может быть благовония зажигать, предлагать божествам или священным изображениям, иконам, во что вы там верите. И это будет тоже очищать атмосферу, чтобы какая-то музыка была, может быть, духовная звучала. И там, где есть чистота, там тьма не может завестись, и соответственно эти существа не могут уже на вас повлиять. Алексей спрашивает, что происходит с душой, которая оставляет тело. И если мы предлагаем ей просад через фото, как она может это есть, если она находится в тонком теле? И сколько времени душа находится в тонком теле и где? В месте, где человек умирает или где-то в небесных сферах? Та душа, которой мы предлагаем освященную пищу просад через ее фотографию, она, конечно же, уже не имеет сейчас физического тела, и поэтому физическую составляющую этой пищи она не ест. Она ест тонкую составляющую этой пищи, поскольку эта пища была предложена Богу, она освящена. И теперь вот это живое существо, поскольку есть связь еще с этим образом, с этой фотографией, и у нас есть позитивное намерение, и сейчас этот человек, эта душа, она нуждается в определенной поддержке, поэтому она, естественно, приходит в те места, где эту поддержку она может получить, в привычные места, где вот мы получали эту поддержку, семья, родственники и так далее. Поэтому, предлагая ей освященную пищу просад, мы даем эту духовную составляющую, которая дает ей внутреннее какое-то облегчение, успокоение. А каким образом осуществляется связь? Очень просто. Даже если живое существо где-то там уже находится, даже если он не может уже прийти в какой-то изоляции, допустим, находится. Эта связь осуществляется через параматму, потому что параматма находится в каждом атоме, и вот вы дома, допустим, предлагаете своему умершему родственнику его изображению пищу, а он там где-то уже в каких-то сферах, неизвестно где, как вот он может, я не могу, находясь в одном доме, поесть что-то там из другого дома. Это на тонком уровне эта связь осуществляется именно через параматму, которая находится в каждом атоме, и она вот эту вот связь осуществляет, она как бы такой трансмиттер, то есть передатчик вообще всей этой милости на одну сторону информации, с другой стороны, допустим, людям может присниться, или там они почувствовали, что вот этому умершему родственнику стало хорошо, там как-то там, да, он говорит, что все нормально, там уже, и так далее. То есть это опять же туда и обратно связь происходит через параматму, понимаете? Вот, а что касается того, как долго живое существо может находиться между воплощениями в тонком состоянии, здесь возможны варианты, это то же самое, что судебное разбирательство, одно судебное разбирательство за полчаса закончилось, а есть некоторые, которые годами тянутся, вот потому что есть очень сложные случаи, сложные ситуации, вот когда нагромождение многих разных противоречивых факторов, вот поэтому здесь нет какого-то одного такого железного правила, правило, более подробно, если хотите, можете почитать такое описание Города Пурана, которое описывает путь души после смерти, но я сразу предупреждаю, что это не для слабонервных, там достаточно такие суровые вещи могут описываться, вот поэтому это как фильм ужасов, не все могут их смотреть, вот так и Города Пурана, это не каждому эти вещи нужно читать, достаточно может быть просто понять, что есть вот наше нынешнее состояние, есть заработанная карма, вот есть высшая справедливость, Бог, есть механизм восстановления этой справедливости, то есть живое существо получает что-то более высокое или более низкое после смерти, или некий, так сказать, компромисс, взаимозачет какой-то дам всех позитивных, негативных факторов, вот, и этого в принципе достаточно. Екатерина задает вопрос, по мере того, как человек погружается в иллюзию, он проходит этапы зависть, жадность, вожделение, гнев, иллюзия и безумие, в каком порядке он проходит через них, иллюзия, как одна из этих шести этапов или шести врагов человека, в чем конкретно заключается, в более широком смысле, иллюзия это отождествление себя с телом, также махамая, это тоже иллюзия, какая общая структура этих проявлений, как они между собой соотносятся, махамая или великая иллюзия, это иллюзия в самом широком смысле слова, которая заключается не только в том, что душа путает себя с телом, а также в том, что она путает себя также и вот с культурой, то есть путает, в том смысле, отождествляет себя с культурой, с этим миром, со страной, в целом весь материальный мир принимает как какой-то свой дом, такое родное место и поэтому считает своим долгом как-то там устроиться, преобразовать, улучшить этот мир, то есть вот в этом в целом махамая состоит, иллюзия. Вот, иллюзия в более узком смысле слова является одним из этих вот шатрип, шатрип означает шесть врагов, которые мешают душе в этом мире и здесь последовательность такая, первый враг это зависть, то есть когда живое существо, глядя на Бога, видя как живет он, неосознанно или осознанно завидует ему и хочет, вот скажем так, уподобиться ему, составить ему некую конкуренцию и тогда находясь в этом материальном мире уже в состоянии зависти, оно естественно развивает следующий этап вожделения. Вожделение обозначает желание независимости самостоятельно наслаждаться энергией Бога, так это второй этап или второй враг, второе преобразование уже идет. Если чувства живого существа, вот это желание наслаждаться удовлетворились, ему хочется повторить, это называется жадность, желание приумножить, повторить этот позитивный опыт наслаждения. Если же не удовлетворились чувства, то есть вожделение не удовлетворилось, наступает другой враг, гнев, гнев, это вот когда у меня не получилось наслаждаться вот будь то жадность будь то гнев следующий этап за ними это иллюзия потому иллюзия в более узком смысле слова иллюзия в смысле того что мы теряем контакт с реальностью когда человек находится под влиянием гнева он очень у него такой разум становится очень узконаправленность он перестает замечать много разных других факторов в этом смысле он в иллюзии то есть он не может сейчас отдавайте себе полностью отчет в происходящем то есть вот он теряет контакт с реальность вот в этом смысле иллюзия и дальше шестое уже преобразование ли шестое проявление этого врага души это мада или безумие называет это английское слово mad сумасшедший да вот когда это безумие состоит в том что живое существо вредит саму себе но не понимает этого допустим человек говорит выпьем за здоровье то есть одна эта форма безумия потому что алкоголь он не может помочь здоровью да но состояние безумия человек думает что может помочь да вот это вот уже шестой враг человека в такой последовательности происходит вот это вот влияние иллюзии на человека екатерина вопрошает чистая любовь искреннее желание счастье другому если они в гуне благости или только на духовном уровне если да то в чем их отличие на этих двух уровнях любовь всегда остается живом существе потому что это ее природа любить служить но под влиянием трех гун материальной природы под влиянием кармы силы времени эта любовь как-то искажается извращается приобретает разные формы или не сходит до нуля вот гуна благости как наиболее высокая из трех материальных гун она представляет скажем такую минимальную обусловленность для живого существа минимальное покрытие поэтому в том числе и любовь также проявляется в гуне благости но она больше проявляется как доброжелательность такое дружелюбное отношение она еще в состоянии гуна благости не полностью чистая не полностью не мотивированная потому что гуна благости связана с игрой по правилам то есть когда человек действует просто еще не из любви а вот из чувства долга ради личного какого-то очищения ради помощи другим вот ради исполнения своей дхармы деятельность на основе шастры вот это вот деятельность гуне благости то есть не присутствует любовь но она еще не является чистой а на духовной платформе когда джива выходит за пределы трех гун там она уже в своем первозданном чистом виде проявляется вале валерий или валерий совсем понятным вопрос как вы относитесь к русскому видизму ведь есть подтверждение что поклонение богине мари яру роду и другим было намного раньше можно рассматривать видизм как локальное явление для индии или для россии а можно понимать что любое истинное то есть действующее практически действующее знание это по сути есть веда и уже привязка какой-то стране какому-то территориальному источнику она уже не столь важно словосочетание русский видизм подразумевает что есть какая-то очень сильная отсылка на вот эти вот национальные какие-то корни национальные истоки связь с этим русским этносом и некоторых людей это как-то вот вдохновляет мы русские вот у нас у нас свое и так далее вот но недостаток этого на мой взгляд состоит в том что здесь все замыкается на какой-то вот территориальную ограниченность но вот какой-то этнос превознесение превосход своей нации над другими что вот мы там истинные арии да вот мы там настоящие спицы как бы такие духовные люди все остальные от нас зависели то есть начинается вроде какого-то такого хорошего позыва духовного а заканчивается все часто простым извините шовинизмом да таким национализмом вот поэтому в ведах если блять вот веды какого-то не в индии представлены там есть разные формы поклонения различные там боги вот которые могут тоже в принципе развивать в человеке такой благочестивый но материализм вот эта связь с предками со своими династиями вот с теми личностями которые за этот конкретный этот этнос отвечает праджа пати так называемый но при этом человек может не догадываться о самом высшем верховном да то есть по тем источникам по которым я пытался знакомить с этими так называемыми русскими ведами я не уловил трансцендентной идеи то есть его много идей которые замыкают человека на такие понятия как вот наши боги нашего нашей национальностью с нашей местностью связаны вот и меня это честно говоря не сильно вдохновляет потому что национальность тела это такая сказать переменная составляющая нашего бытия вот есть люди которые очень сильно не любят какую-то нас каких-то национальностей кого-то вот они ругают ругают там какую-то нацию вот это такая 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 в конце концов это их негативная привязанность может привести к тому что они следующей жизни родятся среди членов той нации которую они ругали в прошлой жизни вот поэтому это такая как немножко глуповатая игра подчеркивание своего куб национального превосходства у нас вот свое у нас вот русская вот у них там все неправильно у нас все правильно это такой ну детсадовский уровень духовности понимаете вот а меня привлекли ведой вот в том виде как они в индии поданы не потому что они в индии у меня клубки индии какой-то там особенной любви сильно нет там есть свои плюсы много в кали-югу там также и минусов поэтому меня привлек он привлек не индийский так сказать колорит да а именно это вот трансцендентное содержание трансцендентная идея идея о том что кришна это бог всех живых существ не какой-то там локальный бог какого-то там избранного народа там или чего-то там еще вот а что он говорит я есть и все живые существа это мои частицы он говорит в 15 главе 7 стихе бхагавадгиты он говорит что все живые существа в этом мире это мои частицы то есть вот такое концепция общего единства от этого общего знаменателя что есть верховный господь единый для всех а все их вот эти вот временные какие-то вот национальные принадлежности обусловленность это это временно как вот какая-то одежда которую можно сменить как сон из которого можно выйти вот поэтому на мой взгляд в так называемых русских видах не хватает именно вот этой вот трансцендентной идеей и все там кружится вокруг вот это вот национальной идеи а уже от национальной идеи до национализма до шовинизма до какого-то чувства превосходства над другими уже один шаг и тут уже духовностью не пахнет николай спрашивает могу ли я читать махамантру на четках учитывая то что я всего лишь слушаю ваши все лекции нужно ли посвящение повторять махамантру на четках или без четок может каждый человек независимо от посвящения посвящение это вопрос времени здесь нужно понять природу святого имени что святое имя это сам кришна простой пример как солнце посвященный вы не посвященный солнце светит и греет всем точно так же в нашу эпоху в кали-югу кришна пришел форме святого имени для всех преданные кришны ходят по улицам поют предлагает пойте с нами хари кришна они же не говорят вот сначала пройдите церемонии посвящения потом только можете повторять хари кришна в церемонии посвящения нуждаются такие мантры как гаятри да вот их надо получить через посвящение хари кришна мантра в этом плане на универсально общедоступна посвящение тоже помогает в течение времени потому что она помогает скажем очистить нашу природу но святое имя она проявляется и до посвящения я помню что когда я только начал повторять мантру я не был посвященным вот но эффект очищающий я уже чувствовал алина задает вопрос говорится что на райских планетах не существует института брака полубоги могут наслаждаться с кем хотят и не несут за это ответственности а почему тогда часто упоминается что это супруга или дети бога солнца индры чан и так далее или бывает один похищают у кого-то жену и за это страдает а все равно получается карма и ответственно таких планетах тоже есть здесь очень важно не перепутать управляющих полубогов то есть полубог как статус тех кто там управлять всеми этими процессами и полубог как временные жители этих райских планет который попал туда по своей хорошей карме вот и поэтому естественно что все управляющие полубоги там все эти сурья чандра индра и так далее брахма шива они все имеют своих жен то есть тем кто занимает высокие такие вот посты они все в семейном укладе это как бы необходим необходимый комплект да для того чтобы занимать этот пост вот но что касается тех живых существ которые попали на райские планеты по своей карме заслужили это да условно мы их тоже называем полубогами поскольку они сейчас находятся среди этих полубогов на райских планетах но они не занимать каких-то особенных постов и там уже да они там нет скажем таких вот ситуации что там я появился на райские планеты маленьким ребенком потом я роснет туда сразу появляются уже взрослом виде и наслаждаются на полную катушку в зависимости от того где что и как какая ситуация вот поэтому институт брака он нужен для развития дхармы для развития ответственности человека а те кто пришли просто наслаждаться по своей карме они просто исчерпывают свою карму то есть они просто наслаждаются такой как бы приятной жизнью вот но их целью не является дальнейшее развитие их целью как отгулять отпуск и опять вернуться на землю зарабатывать поэтому здесь нужно понимать что немножко разные категории полубоги как управляющие этими планетами и полубоги смысле жители жители то как вот отвечающие за санаторий там администрации и и отдыхающие сами по себе они вроде бы в одном месте находятся но немножко в разных категориях а что касается закон ответственности то он действует повсюду в материальном мире закон карму везде светлана спрашивает на сайте кришна ру я не нашла списка инициирующих гуру искон в интернете есть ссылки на такой список но не ясно насколько он авторитетен может быть вы подскажете в каком источнике я могу получить искомую информацию я не знаю насчет сайта кришна ру я знаю насчет форума форум кришна ру там есть такой список сейчас не помню какой точной ветки но если вы хотите первоисточник то значит на английском языке сайт gbc . искон . орг и так вы заходите на сайт gbc . искон . орг там закладка ресурсис то есть эти ресурсы и дальше там будет одна опция этот листов и не шейтингу русин из ком то есть список и инициирующий гуру искон на данный момент в этом списке числится 82 человека вопрос от анастасии андрус разъясните пожалуйста в христианстве есть сатана дьявол отец лжи желающие душу человека сгубить в ведическом знании тоже есть сатана анастасия прослушайте пожалуйста предыдущие выпуски этот вопрос я отвечал как минимум уже раз пять наверное вот ответ уже есть я коротко скажу что сатаны как антипода бога в ведах естественно нет потому что у бога не может быть никакого антипода вот она есть личности которые являются носителями определенных деструктивных негативных идей которые бросают вызов богу они ему не под стать они не обладают таким статусом более того бог мирится с их существованием и он позволяет им быть почему потому что есть достаточно много живых существ особенно в нашу такую тяжелую эпоху когда они хотят наслаждаться какими-то вот такими низменными запрещенными вещами им нужно оправдание этого если люди хотят есть мясо питью но должен быть кто-то кто скажет им это хорошо это нормально это полезно и вот те кто распространяет все эти идеи можно сказать ну на христианской терминологии это вот слуги дьявола или сатаны вот с ведической точки зрения это может быть представители этого кали эпоха кальюга в которой мы живем есть каль-радж то есть царь или правитель этой кали-юги вот но кришна позволяет ему существовать именно потому что в его творение должно быть место для всех живых существ том числе желающих всяких там странных противоестественных низменных вещей вот такого кришна исполняет желание каждого то через кого же он будет исполнять такие низменные желания через таких людей как воплощенные кали вот поэтому сатана в христианстве его ставь достаточно высоко как бы высокий статус вот у него но веда говорят нет нет такой личности которая обладает таким статусом противостоять богу вот кришна сам позволяет этому кали действовать вот для того чтобы реализовать принцип полноты чтобы у каждого живого существа была возможность попробовать то что они хотят вот но эпоха в которой это все так легко доступно она самая короткая вот и поэтому по как бы процентному содержанию во времени ты тут эпоха греха она занимает небольшой промежуток времени пётр спрашивает это последний вопрос пётр если сон это невежество то почему многие открытия ответы на вопросы приходят во сне сон является проявлением невежество в том смысле что мы теряем контакт с реальностью и мы во сне не сознаем кто мы такие да и так существует три гуны благость страсть невежество раз мы не понимаем кто мы такие в состоянии сна значит уже не благость также это не страсть почему потому что страсть она очень активно состоянии страсти мы что-то можем сделать сотворить создать да во сне мы ничего создать не можем значит и не страсть. И так это не благость, нет ясного понимания о себе, и это не страсть, нет активности. Значит, что остается из трех гун? Невежество. Но это невежество, оно может быть немножко разного качества, потому что спят все. И святые люди спят, и благостные люди в страсти, люди в невежестве спят. Но люди, которые обладают более чистой природой, их сны соответственно более чистые. Поэтому через сны вот таких вот благостных людей могут приходить какие-то ответы, открытия, откровения и прочие разные вещи. Поэтому сон как таковой, он относится к невежеству. Но в зависимости от того, кто спит, это невежество будет больше или меньше концентрации. То есть это будет лучшая или худшая проводящая среда для какого-то знания. Например, в Ведах говорится, что растения в целом находятся под влиянием гун невежества. Но в рамках этого невежества есть подразделы. Допустим, растения плодовые, которые дают плоды, в них больше благости. Растения, которые дают цветы, но не дают плодов, в них больше страсти. А те, которые не дают ни плодов, ни цветов, какие-то там, не знаю, колючки, чертополох, это уже больше невежество. Поэтому в целом три гуны это общее разделение. Но в каждой из них тоже можно, так сказать, какие-то подразделы. Люди в целом в гуне страсти. Но в ком-то этой страсти меньше, в ком-то её больше, в ком-то больше элемент невежества, в ком-то или меньше благости. Но в целом люди находятся в гуне страсти, поэтому нужно все эти вещи воспринимать как градацию. Допустим, мы живем в каком-нибудь, предположим, умеренном климате, но умеренный климат это обозначает, что зимой там, допустим, не холоднее 0 градусов, а летом, допустим, не жарче 25-30. Это будет умеренный климат. Но есть какой-то определенный диапазон, понимаете. Поэтому в целом мы говорим, что люди в гуне страсти, но у кого-то больше этой страсти, у кого-то меньше. В целом растения в невежестве, у кого-то больше невежестве, у кого-то меньше. То же самое, сон в целом это невежество, но одни люди более благостны, поэтому в этом сне их невежество меньше, и они лучше проводят какие-то благостные вещи. И последний на сегодня вопрос от Миланы. В Шимад-Багаватам есть история о царе, который подарил Брахману корову. Подаренная корова уже являлась собственностью другого Брахмана. Царь не знал об этом. Как известно, преданный спасает 7 поколений своей семьи, а воруя у Брахмана, человек убивает 10 поколений до и после себя. Например, правнук преданного своровал у Брахмана, а как тут-то понимать? Тот преданный погибнет? Кстати, я не понимаю, что имеется в виду под этим словом. Или правнук с иммунитетом? Помогите разобраться. Короче говоря, немножко не совсем ясно поставленный вопрос. Постараюсь его переформулировать, как я его понял. Что есть вещи, которые помогают нам освободить поколения какие-то до себя и после. А есть какие-то действия, которые наоборот негативные вызывают влияние и на самого человека, и на какие-то поколения до и после. И вот Милана спрашивает, как вот эти вещи совместить. То есть, допустим, одно дело человек преданный спасает 7 поколений, а правнук, то есть это уже через поколение, которого освободили, он, допустим, сворвал у кого-то корову. Не будет ли на него теперь это действовать? Это уже освобождение, которое должно было прийти к нему от его дедушки, прадедушки. Вот такая примерно штука. Здесь можно ответить одним из стихов Бхагавадгиты, 14 глава, 17 стих, где Кришна говорит, что хитросплетения кармы чрезвычайно сложны для понимания. И они сложны именно потому, что кармы часто смешанные. Например, прокурор выдвигает кучу обвинений каких-то, и человек говорит, он такой, 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 приводит какие-то факты, подтверждает. И кажется, ну, чистый демон вообще, всё ему там гнить в тюрьме вечной. Потом приходит время адвоката, он начинает говорить, что на самом деле он такой, 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 есть смягчающие обстоятельства, и все прочее. Да, Господи, думаю, человек просто оступился, ошибся, простим его, да и всё, вообще он почти ангел без крыльев. И непонятно, он демон или он ангел. Вот, и поэтому судья берёт и принимает все обвинения прокурора, потом смотрит на все смягчающие факторы, которые дал адвокат, и всё это уравновешивает. Теперь получается какое-то вот, конечное какое-то решение, да. Вот, поэтому вот какие-то, представители одного поколения, допустим, он для этой семьи сделал какие-то вещи, которые освобождают, допустим, поколение, да, его родственников впереди, в смысле прошлое и будущее. А другой какой-то родственник, допустим, из будущего поколения своровал там что-то у Брахмана, и вот этим он теперь как бы мешает остальным, да. Вот, и мы думаем, что же нам делать, да. Это как вот в астрологии, какая-то планетная комбинация говорит, что этот человек должен быть беден. А другая планетная комбинация в той же карте говорит, что он должен быть богат. Ну, как это он может быть одновременно богат и беден, да. Как это решается? Это решается так, что либо он в какой-то определенный период беден, а в другой богат. Либо, если, скажем, это всё как-то более сложно связано, может быть, это бедность и богатство, они компенсируют друг друга, каким-то там средним достатком, допустим, одно с другим уравновешено. Вот, поэтому здесь, как говорится, простая арифметика. Приход, расход, остаток, да, как вот, ну, бухгалтерия обыкновенная, что у нас в таком упрощённом виде. Кто-то из членов этой семьи совершил благочестивые поступки, это приход, кто-то там, некоторые, так сказать, расход, и что остаётся в остатке. Плюс не нужно, ведь ещё же остаётся индивидуальная карма живого существа, правильно? Поэтому то, что в какой-то семье есть чистый преданный, он там своим присутствием дал большое благо, освобождение многим, а, допустим, через поколение в этой семье там какой-то там демон появился, да, вот, что теперь делать? Как, допустим, прохлада Махараджа, он родился в семье демонов, да, он в семье демонов. Вот, по идее, на нём плохая печать, но при этом он сам преданный. То есть одновременно есть факторы и отягощающие, и есть факторы, наоборот, так сказать, вот такие возвышающие, снимающие там все эти проклятия. Вот, и поэтому не нужно нам об этом сильно думать. Эти все вопросы решает Кришна, он главный, так сказать, бухгалтер этой вселенной. Все эти, так сказать, приходы, расходы, остатки, так сказать, балансы, это всё в его руках. Вот, поэтому нам нужно стараться просто делать максимум позитивного от себя, вот, как говорится, делай, что можешь и будь, что будет, да, полагаясь во всём на волю Верховного Господа. А он не просто там какой-то судья или главный бухгалтер, у него, так сказать, голова, будь здоров, так сказать, он все вот эти вот факторы учитывает. Плюс, так сказать, не просто он справедлив, а кроме справедливости также есть ещё милость. Вот, поэтому мы находимся в мире, который, с одной стороны, сам по себе не очень хорош, именно потому что мы его в такое состояние привели. С другой стороны, управляет этим миром всё-таки высшая справедливость и высшая милость в одном лице. Вот, где и прокурор, и адвокат, и судья, это всё в одном лице. Вот, и поэтому нам просто рекомендуется быть связанным с этой личностью, узами преданного служения, естественной любви. И тогда нам не нужно во всю эту бухгалтерию погружаться. Там, кто что сделал хорошее, кто что плохое, мы там калькулируем, так, моё будущее, ага, оно светлое или тёмное, да? Вот, если мы связаны с Кришной, тогда всё будет в порядке.